МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сто лет назад, в сентябре 1921 года, компания Майбах выкатила первый автомобиль собственной разработки. Сделав около 2000 машин, в 1941 году детище Вильгельма Майбаха по совершенно понятным причинам свернуло легковую программу, заняв почти монопольное положение в сегменте танковых моторов. После войны Карл, сын Вильгельма, пытался возродить выпуск представительских легковушек. Однако затея провалилась. И в 1960 году, сразу после смерти младшего Майбаха, фирму заполучил концерн «Даймлер». В начале 21 века марка Майбах перезапустилась, но, как известно, обеспеченная публика встретила бренд без восторга. И сейчас под некогда культовой маркой выпускаются всего лишь дорогие версии Мерседесов. К чему такая долгая предыстория? Все просто. К столетнему юбилею первого Майбаха выпущено особое исполнение седана С-класса и кроссовера GLS. Обеим машинам полагаются двухцветные кузова, окрашенные вручную. Белосерые салоны украшены юбилейными шильдиками, а также наделены несколькими пасхалками. Это хрустальные фужеры и перьевая ручка, украшенная позолотой и бриллиантами. Всего будет сделано по сотне экземпляров седана и кроссовера. И очевидно, что некоторая часть этого тиража придет и в Россию. Основную кассу тюнинговые ателье делают на производстве обвесов, доработке подвесок и других нехитрых операциях. Но чтобы публика хотела заказывать такой тюнинг, у компании должен быть флагман, то есть нечто выдающееся. У фирмы Брабу статус флагманской носит дорогущая линейка Rocket, которая пережила пополнение. Так немецкие мастера сотворили кроссовер 900 Rocket Edition. Основой которому послужила купеобразная версия Мерседеса GLE. Новинка получила запоминающийся обвес и с ног шибательные колеса. Но главное это 900-сильная версия 4-х литрового мерседесовского мотора, на которой мастера из Ботропа дают трехлетнюю гарантию. Понятно, что попутно инженерам пришлось доработать и остальные системы машины. Ведь 3 секунды до сотни это серьезно. Ну и ценник тоже нешуточный. 400 тысяч евро за каждый из 25 выпущенных экземпляров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова